Для интеграции пространства общественного кино, которое важно для общества, социального кино, у нас появляются очень такие трогательные, очень жгучие места, очень щемящие работы про людей, про судьбу людей. Это вообще свойство современной красивой большой журналистики передавать дух и нерв времени. Именно поэтому современная журналистика и публицистика, и документалистика актуальны. Сейчас один из главных трендов – это тренд на качественную, нормальную, документальную картинку, которая реально отображает как политическое обустройство, так и внутреннее состояние человека, эмоции, которые, собственно, делают нашу жизнь такой, какая она есть в реальности. Документальное кино, я считаю, что его задача не просто как зеркало фиксировать реальность, а все-таки подталкивать людей к поиску ответа на вопрос, почему это происходит именно так, в чем причина. Документальное кино В начале июня в областном центре впервые пройдет фестиваль документального кино «Евразия.Док». В Смоленске открылся международный фестиваль документального кино «Евразия.Док». В нем принимают участие как известные, так и начинающие документалисты из стран СНГ и Европы, в частности, Германии и Франции. Цветные революции как инструмент дестабилизации и смены власти в разных странах мира. Такую тему выбрали организаторы первого фестиваля документального кино «Стран СНГ» и ЕАЭС «Евразия.Док». Накопилось на эту тему достаточно много фильмов. Во многих наших фильмах эти итоги подводятся. А итоги, они, к сожалению, достаточно разрушительные. Ключевая, фундаментальная особенность документального кино для того, чтобы ему верили, оно должно основываться на правде. Оно должно основываться на видеоряде и грубой, нерафинированной жизни, которую фальсифицировать исказить невозможно. На этом кинофестивале нет традиционных атрибутов. Никаких красных дорожек, звездных артистов. Зато вход свободный. И после каждого кинопоказа зритель может лично пообщаться с автором фильма. После показа организовались дискуссии со зрителями. Я не помню, чтобы хотя бы одна из дискуссий длилась меньше трех часов. У нас здесь собрались настоящие мастера кинодокументалистики. Это и мастера, уже мэтры, и начинающие, но все равно мастера. А значит, наш фестиваль можно назвать честным фестивалем. Только что нам стали известными на победителей впервые прошедшего в Смоленске международного фестиваля документального кино. Минск станет площадкой фестиваля документального кино «Евразия.Док». Об этом договорились накануне медиа-эксперты стран СНГ во время онлайн-конференции. Лучшие документалисты и журналисты постсоветского пространства съехались в Минск. Сегодня в Минске открылся международный кинофестиваль «Евразия.Док». Своё видение социальных и политических проблем представили режиссёры из десяти стран. Конечно, надо избегать крайних оценок. То есть журналист – это всё-таки человек, который смотрит со стороны, он не должен вовлекаться внутрь вот этих процессов. Всё-таки должно быть какая-то дистанция от происходящего. Это позволяет вот некую трезвую оценку сохранять. Аральское море в прошлом – одно из четырёх крупнейших озёр в мире. В прошлом веке Аральское море претерпело глобальные изменения. Понимаете, вот это враньё бесконечное, оно ж такое милое, оно гораздо интереснее правды. И ты привыкаешь к нему, и ты думаешь, что вот это так оно и есть, и постепенно попадаешь в своего рода матрицу. А потом приходят люди и говорят, давай посмотрите, как вот этот фильм. Мы вам навязывать ничего не будем, да? А просто посмотрите, а может, вы внезапно обнаружите, что вас дурили, вас водили за нос. Такая вот дура у нас вот эта упала, когда обстрел был. То, что сделали молодые ребята со всего пространства СНГ, и не только потрясающая вещь, краткая сестра таланта, они очень талантливо в четыре минуты уложили самые яркие, самые злободневные темы, которые волнуют их, молодёжь в первую очередь. Финальные титры кинофорума Евразия ДОК. Буквально несколько часов назад фестиваль документальных лент стран СНГ огласил итоги. Фестиваль документального кино стран СНГ Евразия ДОК пройдёт с 1 по 4 октября на площадках Минска и Смоленска. Минск продолжает добрую традицию быть площадкой свободной, открытой и откровенной дискуссии. Я приглашаю всех в Минск на фестиваль Евразия ДОК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова